Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Напомню, что у нас сегодня в гостях киевский политолог и телеведущий Питер Залмаев. И Питера вы всегда можете найти еще на YouTube. Вот я вчера с огромным удовольствием посмотрел его беседу с профессором Зубовым, хорошо всем нам известным. Вы можете тоже найти на YouTube. На мой взгляд, разговор тогда был очень и очень содержательный. Питер, огромное вам спасибо и за эту интереснейшую программу. У нас есть уже звонки, и вы, если вы не возражаете, мы можем и подключить наших слушателей. Конечно. Конечно. Хорошо. Тогда давайте начнем с вас. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Питер. Алексей, спасибо за такого гостя. Питер, спасибо вам за вашу работу. Я сам родом с Украины, много лет уже в эмиграции, с начала 90-х годов. Я слежу за вашими программами. Также я в основном смотрю каналы украинские, у меня есть «Экспрессо» и «Прямый». Я помню вашу передачу еще до войны с Тарасом Березовтем. Вы ввели программу, у вас были. Сейчас он служит офицером подразделения Ивана Бугуна. Это на Винничине был такой много лет назад, в царское время, повстанческий отряд в нашем районе, даже в Виннинской области. Я хочу сказать, что дело в том, что я хочу сказать, очень люблю передачи Портникова и еще Портникова и Гонопольского. Но просто передайте ему так ненавязчиво в нашем своем разговоре, вы с ним должны встречаться иногда, вы были у него на программе, что он, я люблю его передачи, но он часто переигрывает, как говорил Жуаневский, переигрывает лицом. Вот эти шутки, когда показывают видео, люди, он уже раз извинялся за шутки, оскорбил раненого украинского солдата. Он позитивный парень, но это лишние шутки, шуткуваты, и он любит это, как говорил Жуаневский, еще тщательнее надо. Просто у него театральное образование. Михаил, все понятно, понятно. Вы поняли, поговорите с ним наедине. Да, вы услышаны, хорошо, вы услышаны. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить о том, Питер, тут что-то комментировать. Я просто говорю, что Матвея Гонопольского знаю, не в том числе просто знаю, я дружу с ним хорошо и с Виталием Портниковым, я обязательно передам. Спасибо. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить, что мы сегодня разыгрываем бутылку вина бренда «Стефания», и в первой части программы я задал вопрос, в общем-то несложный, и у вас есть возможность в интерактивной части ответить на этот вопрос. Вопрос звучал так. Какое татарское поселение на берегу Черного моря было преобразовано в Одессу, когда и почему это произошло? У вас есть возможность ответить на этот вопрос и получить бутылку прекрасного вина бренда «Стефания». Так как я не могу на своем компьютере увидеть, кто из вас отвечает на этот вопрос, я просто буду брать, как обычно, наших радиослушателей, да, то есть вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день. Добрый день, Питер. Меня зовут Ибрагим. Я хочу тоже сказать большое спасибо Питеру. Я очень много смотрю его на ютубе, вернее слушаю, работаю и слушаю. А насчет вашего вопроса, я очень люблю смотреть блогера украинского, он очень популярный, он ведет, у него блог «Одесская хунта» называется. Так это, он за Одессу всегда русским объясняет, что когда они говорят, что это Екатерина Одессу создала, так он им объясняет, что Екатерина всего-навсего переименовал этот город. А до этого этот город назывался Хаджибейн. Это было крепость. Ну вот, Ибрагим, я могу вас поздравить. Во-первых, я благодарен за то, что я услышал вначале, за добрые слова ваши о нашем госте. Это очень важно для меня и для Питера, безусловно. Вы выиграли. Так, значит, позвольте мне сейчас просто записать последние четыре цифры вашего телефона, которые я сообщу нашему секретарю Лене. Вам нужно позвонить по телефону 718-303-8000. Это телефон нашего радиоадрес 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. И я думаю, что это вино будет доступно где-то уже к концу дня. А так, во всяком случае, пообещал дистрибьютор Стефаний. То есть, к концу дня позвоните, подходите, вы заслуженно выиграли это вино. Ибрагим, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью. Я, Питер, должен пояснить, мы сейчас информируем нашу публику, в общем-то, на мой взгляд, очень примечательном событии. К нам в Нью-Йорк пришло вино украинского бренда Стефания. Это Теировский институт, он вблизи Одессы, у них опытный завод, и у них очень хорошие вина европейского класса. И меня поразило в этой ситуации, что вот уже 9 месяцев идет эта страшная, жестокая война, беспощадная. И в это время, время этой войны, украинские виноделы, украинские виноградари собирали урожай, сделали это вино, и оно пришло к нам в Нью-Йорк. Еще раз подчеркну, на мой взгляд, это какое-то чудо. Знаете, вот в период войны обычные люди занимаются обычными своими делами. И у нас, у американцев, есть возможность поддержать их. И наше радио как раз это и делает. Ну, а мы можем продолжить наш разговор теперь уже по существу того, что происходит и в Украине, и вокруг Украины. Вот эта сессия Бухареста-НАТО. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте, Алексей. И здравствуйте, Питер. Очень хороший гость у вас сегодня, Алексей. Очень хороший гость. Я его тоже слушаю на Ютьюбе. У него всегда очень хорошие, интересные люди всегда. И самое главное, что все конкретно и четко в этих программах. Спасибо вам за это, гостя. Я хотел бы спросить Питера Вост по какому вопросу. Ну, во-первых, недавно в Киеве была целая делегация премьер-министров. Я не буду перечислять, Питер знает об этом. Скажите, каковы итоги этой встречи с Зеленским и о чем шла речь на этих переговорах? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки не добивается дальних ракет? Ведь один раз бы ответили, и поверьте мне, они бы поняли, что так дальше продолжать нельзя. В чем причина, на ваш взгляд, Питер? Спасибо большое. Буду слушать. Питер, вы с нами? Алло. Питер, вы с нами, да? Тогда я просто повторю вопрос, если он... Мы его просто не услышали. Наши одесслушатели, которые говорили о встречах, которые были у президента Угры Владимира Зеленского с различными западными представителями, включая и помощника по национальной обороне, по национальной безопасности нашей страны Джейка Салована и другими. Вот и недавно же был и директор СЕИ Вилем Бернс, тоже встречался с Зеленским. И наш одесслушатель спрашивает, известно ли вам, о чем шла речь в этих беседах? Питер? Питер, вы с нами? Что происходит в Киеве? Я надеюсь, что у нас еще есть 7 минут нашего эфирного времени, и нам удастся восстановить связь с Питером Залмаевым. А мы можем продолжить нашу беседу. Итак, сессия, неочередная сессия НАТО, посвященная именно тому, каким образом можно помочь Украине сегодня и сейчас. Давайте поговорим об этом с вами. Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте, Алексей. Слава Украине и героям слава. И надеюсь, ваш гость Питер Залмаев сейчас вернется, и вы ему передадите это приветствие. Я хотел ему задать вопрос, может быть и вам тогда в таком случае, касательно того, насколько тщательно Украина ведет учет военных преступлений, совершенных вот этими варварами. Я даже не могу их людьми назвать. И насколько вот четко это ведется, все документация и так далее. И в каком формате возможен суд, преследование военных преступников российских. И, значит, что могут помочь, в принципе, наверное, как, чем могут помочь, может быть, люди, когда, если они увидят какого-то из вот этих вот подозреваемых. А если кто-то может оказаться где-то, ну, знаете, они бывают, что сбегают в другие страны. Вот такой вопрос, касательно этого. Потому что, знаете, смотря на эти преступления, у меня просто, знаете, руки чешутся, их самих просто, грубо говоря, вешать эту мразь. Игорь, я понял ваш вопрос. Я постараюсь на него ответить. Спасибо за этот вопрос. Если вернется Питер, он, конечно, тоже ответит. Ну, смотрите, что делает Украина. Ну, прежде всего, все военные преступления необходимо задокументировать. Задокументировать по определенным правилам. Это и опрашивание свидетелей, это фотодокументы, какие-то видеодокументы, вещественные документы, свидетельства собираются. Потому что все делается по всем очень строгим правилам современной юриспруденции. Это понятно. Расследование ведется по всем правилам, которые существуют в мире. То есть, когда будет объявлено Украиной о том, что какой-то человек совершил какое-то военное преступление, то это будет, конечно же, все тщательно задокументировано и подтверждено. Опять-таки, подчеркну, от свидетельских показаний до вещдоков, как принято говорить. Это первый момент. Второй момент. Ну, конечно же, эта война должна закончиться. И закончиться не просто каким-то условным миром, а победой Украины. И только в том случае, когда Украина победит, можно будет говорить о том, что военные преступники будут наказаны или даже могут быть наказаны. До этого, на мой взгляд, еще достаточно далеко. Очень длинная, тяжелая дорога предстоит тому, чтобы достичь этой цели. И тот очень сложный период, который сейчас переживает Украина, он действительно сложный, потому что зима уже пришла. В условиях зимы оказаться в таких тяжелых условиях. Ведь Украина сейчас страна городская, в отличие от той Украины, которая была, ну, скажем, более ста лет назад. И в селах, в общем-то, переживать вот то, что происходит сейчас, намного легче. Где есть свои колодцы, где дровяное или угольное отопление, где, в конце концов, кончились дрова, можно в ближайшем лесу нарубить еще. Там легче. А Украина сейчас страна городская, урбанистическая. Знаете, вот если вы живете в 23-этажном доме, или в Киеве, или в Харькове, и такие дома сейчас по всей Украине, и вы живете на каком-нибудь 20-м этаже. И у вас не просто нет света в квартире, темно и холодно, а банально не работает ваш элевейтер. Вы не можете толком подняться. Сколько раз вы подниметесь, если вы не очень молодой человек, на свой там 20-й этаж, на 18-й этаж. И, кстати, нью-йоркцы примерно с такой же проблемой столкнулись в 2012 году, во время урагана Сэнди. Когда в силу уже природных причин оказалась жизнь в таких домах очень сложной. Поэтому сейчас говорить о каком-то относительно далеком будущем, на мой взгляд, очень сложно. Необходима полная мобилизация всех сил, всех ресурсов. Нужна какая-то внутренняя мобилизация каждого гражданина Украины. Понимание того, что надо сцепить зубы и преодолеть все эти сложности, которые возникли отнюдь не по природным причинам, а в силу этой войны, которую развязал преступный путинский режим. Но я думаю, что Украина справится. Украина переживет этот очень сложный момент. И, собственно говоря, для этого и существует же поддержка тех стран, цивилизованных стран, которые объединены в оборонительный альянс НАТО. И совершенно не случайно сегодня и завтра в Бухаресте проходит встреча, неочередная встреча министров иностранных дел, членов стран, членов этой оборонительной организации. Потому что сейчас весь цивилизованный мир понимает, что нужно помочь Украине и помогут Украине. И наша страна является лидером этого процесса. Еще раз напомню, что уже американские мощные генераторы поступают в Украину, они на пути в Украину, и они очень помогут в этом процессе, ну, банального процессе выживания. Надо выжить, надо пережить это очень сложное время. Кстати, дорогие друзья, когда я вам предложил вот эти украинские вина бренда Стефания, ведь этим самым мы тоже вносим наш очень крошечный вклад, знаете, такую крошечную лепту в этот процесс выживания в Украине. Выживания обычных простых людей, тех людей, которые возделывают виноградную лозу в этих очень непростых условиях, которые получают виноград, которые стараются сохранить то высокое качество вина, которое характерно именно для Таировского завода. Я об этом говорил вчера. Вот это, на мой взгляд, тоже очень важно. И завершая эту программу, мне хочется напомнить еще раз, что Стефания – это солнце в вашем бокале. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, будьте здоровы, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok